Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником всех! С замечательным праздником! Честно говоря, я путаюсь, как он сегодня называется. У нас в Беларуси День Защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В России что-то похожее тоже День Защитников. Вот оттуда прозвучала правильная фраза. Для меня навсегда этот праздник остался и для, я думаю, что, наверное, для большинства в этом зале. Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Когда говорят, что это праздник мужчин, я не соглашаюсь, военные меня поймут, потому что немало военных у нас и женщины носят погоны. Поэтому и их тоже, и жены офицеров, это тоже их праздник. Это очень, ну скажем так, такое, ну широкое событие. Ведь с 8 марта мужчин не поздравить, к счастью. Начать хочу с песни. Она очень старая, это одна из моих ранних песен. Написана еще в училище, ей больше 30 лет. Но ничего за это время у военных не поменялось. У них всегда судьба одна дорога. Дорога. Опять стучат колеса, Считая километры, Меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры, На автомата сталь. Надеюсь, как на Бога, И вновь уносит вдаль Моя судьба дорога. Приют мой в тех местах, Где бросил я фуражку, Где сохнет на гвоздях. Промокшая рубашка, Мой цвет один защитный, Мой спутник автомат, Лишь он надежный щит мой. Да несколько гранат, Мне надоело по миру носиться, Мне часто сон один ночами снится, Открывая дверь устала, улыбнулся, И прошептала тихо, мама, Мама, я вернулся. Мне надоела фляга, С водой или с коньяком, Подай-ка лучше, мама, Мне кружку с молоком, Я возвращаюсь в дом, Как с улицы котенок, Мне воевать потом. А здесь я как ребенок, Вы можете спокойно Гулять хоть до рассвета, Быть может где-то войны, Но это только где-то, Хранят вас наши руки, Нас не судите строго, Ведь нам одни разлуки. И вечная дорога, Мне надоело по миру носиться, Мне часто сон один ночами снится, Открывая дверь устала, улыбнулся, И прошептала тихо, мама, Мама, я вернулся, Опять стучат колеса, Считай, километры Меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры На автомата сталь, Надеюсь, как на Бога, И вновь вносит вдаль, Моя судьба дорога, Моя судьба дорога, Моя судьба дорога, Моя судьба дорога, Моя судьба дорога. Спасибо. Чё-то подумал, Вчера звонили мне из Астрахани, Даже нет, позавчера, А ты не здесь? Я в Минске... Да нет, все говорят, что ты здесь. Я говорю, это неправда. А в чём дело? Ну, у нас тут стрижи летают. Ну да, там в это время был юбилей 185-го центра боевого применения. Действительно, ребята туда летали. Ну, это просто к следующей песне. Летим в заморскую страну, Что далеко в чужих широтах, Мы на военных самолётах, Но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, Как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, Меняя снизу страны, Зоны и часовые пояса, Мы на работе. В небесах. Мы небом одержимы, И это не на час, На жизнь, Коль заниматься лётным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, Как то, что на земле всё за пределом. Нам на земле давно всё за пределом. Мы им открутим пилотаж, Сорвём восторг, аплодисменты, Ведь вспомнят страны, континенты. Все знают, в небе почерк наш, Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, И это не на час, На жизнь, Коль заниматься лётным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой Пройти дать салют победы. На нас с небеса посмотрят цветы, И вспомнят свой последний бой Под замерзающей Москвой. И дай Господи сберечь орлят, Чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька же дуб, покрышкин, чхалов, На помощь к нам не прилетят, Но там они не простят. Мы небом одержимы, И это не на час, На жизнь, Коль заниматься лётным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Дан Мы небом одержимы, И это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным делом Предельные режимы не так тревожат нас Как то, что на земле всё за пределом Там на земле давно всё за пределом Как жаль, что на земле всё за пределом Субтитры делал DimaTorzok Спасибо Третья песня, да Те, кто часто ходит на эти концерты, мои знают Третью песню всегда пою, как третий тост Это разные песни Сегодня решил спеть Ту вещь, которую давно не пел Не знаю, может это какое-то суеверие В плане того, что я, наверное, несколько концертов не исполнял Ну, вот так оно происходит Мы уже в этом году потеряли шесть лётчиков Действующих, я имею в виду Это вот эта трагедия над Татарским проливом И в Мурманской области Отдельно хочу сказать Ушёл из жизни совсем недавно Мой близкий друг На прошлом концерте он вот там сидел Александр Витальевич Лебедев Заслуженный военный лётчик России Надо же, похоронили недалеко от моего отца Ну, вот такая профессия Всегда говорю Ничего с этим не поделаешь Так было, есть, к сожалению, будет Но они все с нами, пока мы о них помним Они с нами Где-то там летают на последнем задании Ну, вот и всё На новом месте служба Разбор полётов с главным Будь здоров И хоть я жил Порой не так, как нужно Отправился же к нашим Но суров Здесь главное исключительно суров А встретили зачёт На все пять баллов Кто был не на полётах, прибежал И даже сам Валерий Павлович Чкалов При встрече крепко руку мне пожал Обнял и крепко руку мне пожал Но главное, я снова здесь летаю Не ясно как, отсутствует металл Хоть крыльев за спиной не наблюдаю Летаю Сколько в жизни не летал Летаю, как при жизни не летал Здесь поздно в полёте Бывать осторожно На все виды попуски Даже на сложной Мы стали здесь все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать и без границ Пусть нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется выпить Стакан тот гранёный Что с хлебушком чёрством У фото со мною стоит Мы живы Хоть оплаканы родными Нас радует здесь небо холодок Не рай, не ад А где там между ними Невидимый военный городок Заоблачный военный городок Но главное одна для всех задача Летать с живыми здесь по небесам Стараться уберечь парней Иначе всем плохо Коль они приходят к нам Ой, плохо, как они приходят к нам Здесь поздно в полёте Бывать осторожны На все виды допуски Даже на сложной Мы стали здесь все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется выпить Стакан тот гранёный Что с хлебушком черствовым У фото со мною стоит Вне возраста Все лётчики в полёте Равны все И ведьёха и главком Здесь Нестеров с Гагарином В почёте И Уточкин С одесским юмальком А Вася Сталин Ну, тот особняком Шоумит нам Происправность всей матчасти При папе, мол, за это под расстрел Наверное, грузин здесь В справочасти На днях он Целый город опять сгорел И новый экипаж к нам прилетел Теперь и сам Я здесь таких встречаю На входе в гарнизонном КПП Я здесь за подготовку отвечаю В соответствии с небесным КПП Здесь скорость другой небесный КПП Здесь поздно в полёте Бывать осторожно На все виды допуски Даже на сложные Мы стали здесь Все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется Выпить стакан тот гранёный Что с хлебушком чёрствым У фото со мною стоит Нам уже можно Теперь уже можно Нам уже можно Ну вот эти дни Они Это не только праздник 23 февраля Так сложилось Что действительно вот недавно Был другой праздник Это праздник я считаю И не один я считаю В этом году это был юбилей 15 февраля Была юбилей 30 лет вывода Советских войск Из Афганистана Дата, которая Вот всё отдаляется Отдаляется Иногда смотришь уже Раньше мы привыкли К тому, что вот ветераны Той далёкой войны Их уже совсем мало осталось Тут начинаешь обзванивать Каких-то друзей И очень хороших знакомых И понимаешь, что уже И этих ветеранов Уже вот этой Относительно ближней войны Становится тоже меньше Вот тот же Упомянутый мной Александр Витальевич Лебедев Участник афганской войны Здесь в зале Есть люди Я уверен Их много Кто воевал в Афганистане Ну из тех, кого я знаю Это Мои близкие друзья Это Сергей Викторович Косяков Полковник заслуженный Военный лётчик России Где-то там сидит Вон он, да Вот Знаю, что Где-то здесь Ещё заслуженный Военный лётчик России Вячеслав Михайлович Ерёмин Полковник Который ещё Летает Учит летать Тех, кто Служит в авиации Росгвардии Вот Я не знаю Афганцы, если есть Вы поднимитесь на всякий случай Даже те, кого я назвал Мы вам поаплодируем Потому что это важно Сегодня Все понимают Насколько Та война была Как сказать Ну нельзя сказать Важная Для нас Ну просто С годами С десятилетиями Мы понимаем С кем там боролись-то В общем-то И вот Мой близкий друг Анатолий Васильевич Сурсуков Вертолёчек легендарный Он говорил Что для нас Это победа Мы выходили Ну как сказать Праздник победы Это праздник Потому что мы Выходили С развернутыми Знамёнами Не поджав хвост Для военных Понятие победы Характеризуется Степенью Выполненных задач А не тем Что там Нарешали политики А военные Там задачи Все назначены Они их выполнили Поэтому Перед ними Не только Снять шляпу Или отдать честь Вот Несколько песен Вот наверное Которые были навеяны Когда-то Именно той войной К нам с приказами Конец И моей войне Конец Я живой И не остался Я в долгу Надоели мне юга Здесь прострелена нога Я смотреть на эти горы Не могу Я наверное устал Я своё отвоевал До Москвы Попутный борт Меня возьмёт Поеду на вокзал Я с войною завязал Я на север еду Вряд ли кто поймёт Через каждую версту Я всю фляжечку Карту Паровоз Кричал Ту-ту Поезд шёл Поезд шёл На воркуту Обволкнуть адресок И пульсирует висок Я не знаю Как же мне туда войти И увидеть чужую мать И про сына рассказать Как на той войне Сошлись у нас пути К ней и так уже Свинковым Приходил сам военком И заученную Скорбно Мол, в его речь Мол, сынок у вас герой И за родину горой Но простите Не смогли его сберечь Блин Через каждую версту Я всю фляжечку Карту Паровоз Кричал Ту-ту Поезд шёл Да поезд шёл На воркуту С ним ругались целый год Он был парень ещё тот Я чуть что и под арест Его Гудбай Он не брал под козырёк И патроны не берёт Непутёвый был И в общем раздолбай Он колючий был, как ёжи Чуть что хватал шпик-нож И без повода Порой всех матом крыл Он был просто в рядовых Но в горах на боевых Он от пули Меня с собой закрыл Мир навек сошёл с ума На душе стоит зима И меня пора, наверное, в музей Я смертельно одинок А медаль и орденок Не заменят мне погибших там друзей Сердце больно, ведь и так Я себя сожму кулак Я ведь стрелян и по жизни воробей Хоть Россия велика И дорога далека От себя не убежать Хоть убей Через каждую версту Я всю фляжечку карту Паровоз кричал Ту-ту Поезд шёл Да пусть шёл На воркоту Аплодисменты 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 Спасибо Ну тут как-то, когда вот делали программы Под это событие Именно я вот всё пока про 30-летие выпадок говорю Сошлись на мнение о том, что у каждой войны есть определённые символы Они могут быть музыкальные или визуальные и так далее Наверное, одним из самых главных символов афганской войны стал вертолёт Причём, ну, не обязательно какой-то одной модификации Но вертолёты в Афганистане Ну это спасение в первую очередь Это поражение противника в первую очередь И многое, что, всё, всё, что сделали, это всё в первую очередь Ну вот про одну из этих машин Ласточки летают над землёй Низко, значит, снова непогода Мы утюжим в небо здесь полгода Значит, полтора, и я живой Натрий умножается в войной Вот и с нами видно всё на глаз Если мы летим предельно низко Это значит, нам до цели близко Крайней или последней этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас И, конечно, верим мы в бою То есть, что никогда не подбатило Кто-то называет крокодилом Птичку, про которую пою Ласточку педнистую мою Подтвердят нам трассер расчёт Не ошибся лётчик-оператор Нынче он, как в фильме, терминатор Всё, что снизу, убирает в лёд Нас, привет он тем, не нашим мышь лёд Скажет, кто не страшно, мол Враньё Нас спугают снизу пулей Птурой Отвечая всей номенклатурой Птичка разметает вороньё Мы втроём под нимбом у неё Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты не погубила Позвал же кто-то крокодила То, что выручает нас в бою Ласточку педнистую мою За спиной молотит пулемёт Бортовой наш парень не из робких Обложился лентами в коробках Пулемётный сам себе Расчёт Бортовому общежазачёт Надпись, что опасно У хвоста Даже дуракам её смысл ясен Нынче я действительно опасен Горный край меня уже достал К чёрту живописные места Все года, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума сводила Что за дурень кличет крокодилом Ту, что вместе с нами на краю Ласточку педнистую мою Словно сто разгневанных богов Всю на нас обрушили свирепость В небе словно маленькая крепость Мы ведём огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голов С нашей птичкой мы не отвернём Не проходят с ней такие штучки Бережно держу её за ручки Словно в танце кружим мы Вдвоём мы танцуем танго Под огнём С той, которой песенку пою С той, что нас от смерти уводила Я убью того, кто крокодилом Обзовёт любимую мою Ту, что выручала нас в бою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку педнистую мою Спасибо Следующая песня тоже, она как бы была, наверное Она такая компилированная, как я иногда говорю Связана с различными событиями, с разными временами Но писалась именно по тем рассказам, которые я слышал об Афганистане Мальчик на Феррари Светило ярко солнышко в зените Убитый грач обломками молчал Пищал комара чая на спаситель Ожив ли лётчик он не сообщал Была надежда призрачная и шатка До смерти здесь, как в песне, три шага И наша винтокрылая лошадка Несла нас прямо к чёрту на рога А в это время мальчик на Феррари Носился по Москве И по пути за час устроив Несколько аварий Пытался от гаишника уйти А мы пытались лётчика найти А вроде как везёт, но так, не шибко Мы видим парашют, заметен на бой Нам дробью барабанной по обшивке Но главное, что парень не наш, живой Мы не поём безумству храбрым Песню играть привыкли марш, а не романс Плечом к плечу с любимой птичкой вместе Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс А в это время по Москве в угаре Направо и налево всем хамя По тротуару в золотом Феррари Мальчишка несся, голову сломя Мы тоже тут несёмся, но дымя Ай, нам трассеры всё небо украшают Там снизу бородатых прям аншлаг Что делать с нами, боженька решает Мы живы, хоть машина как дуршлаг Нам лётчик снизу машет Уходите, держись, браток, ещё не кончен пал Нам ярко светит солнышко в зените Ты пан, браток, который не пропал А в это время из Феррари мальчик По телефону папу набирал Гаишнику показывал вверх пальчик И звёзды снять с погонов обещал А нас без обещаний Бог спасал Со скоростью Феррари уходили И где-то у нуля высотомер Мы нашего парнишка уносили А он ревил на взрыв, хоть офицер Мы тоже слёзы тщательно скрывали А говорят, летают сменчаки Мы пальцы ему долго разжимали Он в них сжимал гранату Без чеки Спасибо Я рассказывал на каком-то из концертов Как оказалось, с чем связана эта песня Вернее, я писал по одним событиям Наверное, как-то это всё в сборе Но я ещё раз расскажу эту небольшую историю Действительно имело место в апреле 1984 года Когда НИСУ-25, которым поёт песня Сбили СУ-17-73 Плотировал старший лейтенант Сергей Александрович Соколов Здравствующий герой России Герой России уже он получил Был удостоен этого высокого звания За другие, скажем так, подвиги Тогда вот Ему повезло, что рядом Ми-8 ПСС Находился И ребята Экипаж Ефимова, Бухарова и Маркуша Увидели это кресло катапультное Которое валялось И немножко в стороне Увидели этот бой И когда они успели всё-таки под огнём Всем этим Поднять лётчика Который уже был без сознания Тяжело ранен Ему потом ампутировали ноги И ушли опять же под огнём И вот старший лейтенант Маркуша Бортовой техник Когда этот лётчик лежал спиной вверх Он увидел, что он что-то в руке сжимает Но разжал руки Оттуда вылетела граната Щелчок Потому что колечка не было Четыре секунды Он успел эту гранату выбросить в открытую дверь Я всегда не устаю повторять Что жизнь гораздо круче любого романа Немного говоря опять же об этом празднике Вот в Беларуси у нас День войны интернационалиста И тоже как-то хитро называется Но под это определение попадают все Кто воевал в различных странах Ведь советская страна Ну как-то у нас так В своё время я помню Мы в школе учились Очень так популярна была тема Интернационалистов в Испании В 36-м году Наши лётчики и танкисты Мы все Не то что мы все Но по крайней мере старшее поколение помнит Мы в школе это проходили Знаменитые эти фамилии все И знаменитый фильм опять же офицеры Когда один из героев этого фильма Там был ранен в Испании Потом Афганистан Немножко так краем проходила война в Корее Остальные около 50 стран Где Советский Союз принимал участие В различных боевых действиях В виде своих военных советников Или просто военнослужащих Которые участвовали в боевых действиях Они как-то всё было засекречено Я когда в училище учился У нас тактику преподавал такой подполковник Журавлёв Потом уже полковник морской пехотинец Он лейтенантом попал в 1973 году в Египет Командиром разведзвода И только в Африке воевал в шести странах Причём он не то что особо не рассказывал Вообще нельзя было рассказывать С начала 80-х годов Ну в общем как-то так иногда Мы из него вытягивали какие-то интересные события Очень интересно Да, я к чему Это просто пару следующих песен Они написаны моим очень близким другом Сергеем Герасимовичем Он воевал в Мозамбике в 80-е годы Военным переводчиком Именно воевал Потому что там шли полноценные боевые действия С Южноафриканской республикой С различными наёмниками И у него целый цикл этих песен Он мне очень нравится Иногда я их пою просто себе для души И вот 15 февраля я его поздравлял Потому что для них это тоже праздник Потому что ну как-то их много У меня концерт позавчера в Минске был Вот Сергей Зенченко приходил Он дизайнер всех моих дисков Он воевал в Анголе Сегодня есть один мой тоже хороший друг Генерал целый Не буду называть Он в Анголе У меня оттуда звонили Вот Песня называется Они обе называются по-моему Южный крест Ну по крайней мере Там везде это фигурирует Это созвездие Которое только в южном полушарии Мы его не видим Над головой южный крест Совсем не русское созвездие Сюда доходят редко вести Из белорусских наших мест Несчадно солнце спины жжет Мы скоро станем местным братья Пока нас делят Только платье Консервы и большой живот И будет снится нам года Свинина в соусе котлета У нас щадящая диета Три пайки риса и вода экзотика Хоть волкам двой Да нет волков здесь и в помине Кругом слоны и мандарины И лишь петух здесь вроде свой Здесь все шевелится, жужжит Будто вы выстроились в марше Нельзя послать их всех подальше И надо как-то с ними жить Березы видим лишь в кино А с окном кокос на пальме Но он висит бесплодным камнем Его срывать запрещено А ты по вечерам весьма жене Мол, жив здоровый, все спокойно А на столе лежит обойма И на войне, как на войне И на войне, как на войне На головой южный крест Совсем не русское созвездие Сюда доходят редко вести Из белорусских наших мест Из белорусских наших мест Из белорусских наших мест Аплодисменты 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 А вот Лида, начало моей службы, я помню первого в своей жизни, ну именно уже в офицерской жизни, первого своего генерала, который был у нас там командиром дивизии 1-й гвардейской штурмово-авиационной. В училище они были начальники, начальник училища, его заместитель, у нас там было три генерала, вот, а дальше уже по службе это были люди, которые нами командовали. Я всегда говорю, мне в жизни с генералами везло. Уверен, что не каждый может подписаться под такими словами и сказать, что у него все было здорово. Вот у нас был командир дивизии гвардии генерал-майор Анатолий Иванович Болдырев, и потом я уже когда в Минск перевелся, как-то мне, ну действительно, это были умнейшие люди. И сегодня уже будучи, ну, гражданским человеком, ну хотя как бы я себя таковым не считаю, потому что все равно очень плотно связан с силовыми структурами, будучи тележурналистом. У меня много друзей, вот, которые носят это звание, или уже сегодня в запасе, в отставке. Многие сюда приходили на концерты сегодня, ну, к сожалению, не удалось всем, потому что, ну, мероприятия и так далее. Сегодня утром мне звонил Анатолий Васильевич Сурцуков, про которого уже говорил, легендарный вертолетчик, генерал-лейтенант. Там все поздравлял. Я все к чему. Недавно вот был на дне рождения у своего тоже очень близкого-близкого друга, командующего 4-й армией ВВС и ПВО Виктора Михайловича Севастьянова. Не знаю, сын пришел или не пришел. Максим. Ага, вот, да. Командир истребительного авиационного полка города Курска, Су-30. Замечательный отец, ты самый замечательный летчик. Кстати, вот на дне рождения у Виктора Михайловича состоялась эта премьера песни совсем недавно. Ну, вот на такой уже широкой публике, наверное, первый раз. Это, наверное, ну, это посвящение вот этим людям, которые у меня, которыми я горжусь, вернее, как сказать, дружбой с которыми я горжусь, и у которых очень непростая судьба и еще более непростые, скажем так, обязанности и ответственности. Но песня называется очень просто. Генерал. Ну, а если в небе ты живешь, значит, облаками ты пойдешь, гроз не сбегая по пути. Если смог летающим ты стать, крыльями за небо ты держись, ты ему доверил свою жизнь, значит, будь готов ее отдать. Ну, коль уж научился бы летать. И во сне и наяву уносился в синеву, ввысь подняться он всегда мечтал. По кривой или напрямик, жизнь стремительна, как миг, но летать за годы не устал. Генерал. Он всю жизнь по небу прямо шел, легких он путей не выбирал. Летный, не паркетный генерал, не любил он кабинетный стол. Кабинет иной предпочитал, где он в кресле, но совсем в другом. Он тоже с ручкой, но не за столом. В бой ходил нередко генерал. В этом кабинете он летал. Жизнь, она как пилота, что вдруг, что портовираж. От судьбы подарков он не ждал. Кто-то скажет, что везло, в небе всем смертям назло. Даже где без шансов побеждал. Генерал. Есть свой крест у генеральских звезд. Звание назначено и судьбой. Отправлять людей приказом в бой. Тех, кого помянут в третий тост. Он и без приказов был готов. На задание в вечность улететь. Предпочел бы сам он умереть. Чем смотреть в глаза детей и вдов. Ненадетное утешение слов. В небе не всегда Эдем. Бог вернуться даст не всем. Генерал, конечно, это знал. Не прикроешься никем. Шапкой, монолоха, шлем. Нужно оставаться, как металл. Генерал. На комбезлётном нет погон. И в пожарище любой войны В небесах все лётчики ровны. Вместе переходят Рубикон. Как в рулетку русскую играл. Он со смертью сколько раз не счесть. На земле и в небе свою честь. Он не уронил, он не заморал. Значит, настоящий генерал. В небе или на небе жить Может только Бог решить. Генерал из двух не выбирал. У него один был путь, На котором не свернуть. Не свернул нигде и не упал. Генерал. Генерал. Спасибо. Песня, ну она всем известная. Просто я как-то, ну, пока пел Про генерала, вспомнил Виталия Горыча Павлова, Который, ну, наверное, Самый главный человек Во всей армейской авиации, Который в том числе летал На этой замечательной машине. Я вернулся. Весь набитый до отказа, Я принес их всех на базу, Всех и сразу. Хоть мне трудно, но в высотах Взял я всех живых трехсотых, Три двухсотых. Я их принял под завязку В окровавленных повязках. Дальше сказка, Что движок не захлебнулся, Что я чудо-мой вернулся, Я вернулся. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя гость. Не участвую в парадах, Что мне думать о наградах Напределенно износит. Я Мивозинь. Я вернулся. Кто вскомандовал мне воленно, Нахватал я пулю довольна. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили, Правок охоте не убили, Зацепили. Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко, Мы в рубашках. С ним, наверное, родились, Потому что не разбились, Возвратились. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя гость. Для меня запчасти ищут, Жалко будет, если спишут, Я ведь старый на износ. Я... Мивозинь. Мивозинь. Я вернулся. А в салоне наследили, Пятна бурые застыли, Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, Капитан ко мне вернулся, Затянулся. К борту мне ладонь прижала, И ладонь его дрожала, Так устала. Говорил, что все в порядке, Гладил мне рукой за платки Из-за блага. Вот судьба моя какая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверно, это моя ось. Хоть тяжелая работа, Все равно летать охота. Пусть по-воинам у меня носит, Я... Мивозинь. Я... Мивозинь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я... Повем сейчас сказать. Вообще обычно на выход. Ну, я спою песню сегодня точно. Хотя, как всегда, Неожиданно я подоплю. Я не так к этому и не привыкну. Да, это я просто вот про Ми-8 думаю. Наверное, единственный вертолет, Который не имеет никакого прозвища, Просто Ми-8. Ми-8. И вот, без вариантов. Единственное, все равно, Как-то вот у меня есть Хороший-хороший друг, Герой России Сергей Палагин. У него на борту было все время написано Братишка. Вот. И настолько это вот запомнили Спецназеры, Которые все время За земли, Когда было совсем плохо, Пришлите нам братишку. Вот Сергей Викторович Косяков, Наверное, не даст соврать. Потому что он у него был в подчинении. Следующая песня. Я не вижу, Евгений Хлуднев там есть сегодня прикол? О, машет рукой. В прошлом заместитель командира Истребительного авиационного полка В Перми, Который летал на МиГ-31, Самый большой-большой истребитель. Я в шутку и всерьез называю его Консультантом, По... Техническим консультантом По написанию вот этой песни. Две летных смены На сегодня в плане И на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской В пятом океане Со штурманом отчажем от земли. Рев двух сердец, Двух пламенных моторов Нам, граждане, за грохот Упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит Восхищенным взором Отряду ходит С громом на маршрут. Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем пространство Щитом Бескрайней будничной страны Под крыльями Поплескивают реки И небо по маншруту Как проспект На земле нас ждать Остались вынуты чеки И значит на чеку Боекомплект Ракеты мирно Дремлют на пилонах И верят Что не будут С ветерком Отчаянно Носиться На различных Ошелонах В погоне За каким-нибудь Будь врагом Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Будничной страны По облакам Корабль как по волнам Хоть сорок тонн А словно налегкие И если что Мы можем при желании На полном Увидеть звезды Днем на потолке Ну а пока Увидеть бы Люшу В пасторе Океана Голубом Кораблик наш Воздушный Он ведь тоже хочет Кушать Он бьет Наши нервы Узелком Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство По щитом Бескрайней Будничной страны Как в говне кораблей Идем снижаясь Отряд вернулся Самолеты в ряд И пусть нельзя Мы курим На стоянке Улыбаясь Пока машины Техники Чехлят Усталые Но радостные Лица И громче Нет Звенящей Тишины Дай бог Нам уходить В полет По плановой Каплице Когда по плану Значит Без войны Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Великой И родной Страны Позавчера Концерт когда в Минске давал, совершенно было неожиданно, когда узнал, что вот из Москвы летчики-испытатели приехали ко мне на концерт. Ну это всегда приятно. Вообще как-то, ну сложный для меня был концерт, хотя я считаю, он удался. Ну приятно порадовало то, что приезжали из России, из Москвы, из Твери, из Украины, из Латвии. И как-то после концерта так вот общались, надо какую-то традицию делать, чтобы все здесь встречались. У нас, кстати, в Белоруссии в этом плане очень удобно, не первый раз меня приглашают на такие события попеть и так далее. Когда юбилей у выпускников училищ авиационных, мы же знаем сейчас сегодняшние вот эти сложности с Украиной, когда из России нельзя туда въехать, а оттуда ехать тоже проблемно. Беларусь оказалась идеальным местом, куда можно и оттуда, и оттуда приехать, и в общем как бы отметить такие события. Да, но я вот про летчиков-испытателей что-то вспомнил. В небесный обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс. Они ж, как испыкатели, испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещая свой вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как в первый раз, они бывают здесь лучи. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарство за небом мы точно откажем. Летаем на всё, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живём, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, и считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелёк. Когда останется родным на память шлема и орденок. И в новостях лишь пара фростаки холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах, романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарство за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает и даже на том, что летать пойти не может. По краю наставлений хотим вот ещё в тот край найти. Чтоб не было сомнений, вас ли ты мог сказать? Лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить. И в лебедя-утенка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильнее и умнее. Старктивые, рисковые и недавно для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками прийти. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах, романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарство за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Мы в небе летать и работать их учим, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах, романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарство за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Товарищ. Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Миль. Та, что в небе Атты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возобращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили за машину и за миля, и на ней как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая собраска, из последних сил она всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями, днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе Атты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе Атты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. И поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбата, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Гвозит даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбка в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцев, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе Атты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе Атты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Миль. Спасибо. Тоже на концерте, я часто говорю, что это любимая песня Надежды Михайловны, Миль, дочке, которая уже, как-то ее сложилась, дочка. Это очень такая, вот такая женщина уже в больших-больших годах. И просто после этого концерта на МВЗ, ну меня там определенные люди хотели там отвезти к директору, ну должностные. А она в это время, она говорит, мне нужно очень вам показать в музее одну фотографию, может вы напишите песню и так далее. И тут одна дама. Вы знаете, его ждет директор. Я не ожидал, что вот эта маленькая женщина, ну я ее всегда называю маленькая-большая женщина, она так проехалась. Ну, некоторые генералы отдыхают. Вот так, оба, и все, мы пошли в музей. Она говорит, эти моногеры. Вот, то есть вот это наша советская закалка, которая вот, ну ничем не выбивается, к счастью, из людей, которые, ну вот, настоящие люди. Я когда смотрю на эту действительно маленькую-большую женщину, она такая подвижница, она, этот музей в свое время, ну фактически она создавала, и она его там лелеет. То есть стоит, правда, вот единственный нюанс, который меня вызывает, такую улыбку, которую я, конечно, стараюсь ей не показывать, она очень ревнует к конструкторскому бюро Камова. И все время спрашивает, Коленька, вот вы когда в Сирии были, там же Камовские вертолеты хуже работают, Милевские? Такой вопрос уже сразу как-то так, ну с ответом предполагаемым. Вот, и я стараюсь уйти от этой темы, конечно, потому что и те, и те машины замечательные, великие оба, два авиаконструктора. И сравнивать, наверное, ну бессмысленно, неправильно. В каждой машине, в каждой марке есть свои достоинства, свои возможные недостатки. Вот, самое главное, что, самое главное достоинство всех этих машин, и не только виндокрылых, а всех остальных, что, наверное, вот этот уровень надежности, заложенный советскими авиаконструкторами в них, вытягивает наших летчиков, вытягивает, вытягивает и будет вытягиваясь порой из таких безнадежных ситуаций, что просто делу даешься. Понятно, что, конечно, это и головы тех, кто сидит в кабине, и их руки. Вот, хотя вроде, как сказать, наверное, все где-то в небесах решается, но опять же, вспоминая эту замечательную русскую поговорку, на бога надейся, сам не блошает. Воздух августом расправлен, обратились тучи текста, под завистку ее заправлен, и подвышены все средства. И для птиц сирена воет, опустили капонир, и пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Ничего, видимо, до ночи, день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Выбегать большие лица Не нашли для мира повода, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне Эти двое, что во мне Время чая на всех часах Только стрелкам не решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах Где-то в небесах Нам троим адреналина Добавляет неизвестность И шлей керосина Я облизываю местность Где-то рядом неприятель Мне сейчас не до каприза Включен главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу Напоследок нём и громом Огрызается поверхность Контингент и там непромах Повышает нашу смирность И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно болен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроём Через небо напролом Как на рваных парусах Мы этого вверх, то сна во вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где-то в небесах Живы оба не убиты Хоть по мне глупили точно И орёт им чуть обиды Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое как на мине Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Кохочу я в эскадрилью Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочёмся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся Обязательно вернёмся Мы вернёмся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтоб не было, держись И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Спасибо Я там слышал краем уха Что после этой песни На тракт бой Не угадали Маша День сегодня не задался Я чуть было не проспал Всё Вроде не гудели мы вчера Зацепил, разбил будильник От любимой подзатыльник Ну ты, Маша Доброе сутро Сдуру видно Спазаранку Зря дневник я взял у баньки В школе оказалось Он в пике И шумит родная Маша Что мальчишка весь в папашу Точно лёчит Без царя в башке Полчаса мне до работы Нам до вечера полёта Командир навстречу Не к добру Что-то там не по уставу И за это он мне вставит Да что ж такое нынче Утру Мне в санчасти пульс проверят И давление измерят Доктор скажет Лётчик не грусти Указание, постановка Цели, курсы, обстановка Ты меня, бетонка Отпусти Ты меня, бетонка Отпусти В небе так немного Моголюдно Здесь спокойно и уютно И никто не пилит Не орёт Я бы здесь пожить остался В жизни лёдно прописался На уже четвёртый разворот Обороты чуть убавлю Крон-шасси на выпуск ставлю Где тук-тук Не слышу под собой Лампы красным симафором Мне кричат с панели Хором парень Нынче день совсем не твой Па-па-па-пам Блин, сегодня явно день не мой Вниз доклад в ответ Советы Делай то, не делай это Шеф добавит ласково Тяжись Танцевать я в небе Ринусь Перегрузки в плюс и в минус Знакопеременно Всё как жизнь И совсем небережливо Самолёт я в хвост и в гриву Воздух с возмущением свистит Ты держись, стальная птица Нам с тобой нельзя убиться Маша Мне такого не прости Маша, мне такого не прости Мне с земли дадут пистону Хватит, мол, давай-ка в зону Не дури Парапорт покидать Вот дают, ты слышал, милый Помогай мне, что есть силы Хочется с тобой ещё летать Ты сейчас мне всех дороже Я тебе, наверное, тоже И друг друга надо нам спасти Ванька ждёт меня и Маша А тебя ждёт техник Паша Нам никак нельзя их подвезти Нам никак нельзя их подвезти Прочь, фонарь, мы на глиссаде Мы с тобой на брюхо сядем На борту я сам себе устав Ты как трактор пронесёшься В ограждение ткнёшься Морозу на грунте пропахал Снег кругом, а мне так жарко Здравствуй, скорая пожарка Доктор снова, кружка, спирт, глоток Чёрт, и командир тут с ними Растолкает всех Обнимет Что-то намекнёт про орденок Па-па-па-пам, па-пам, па-пам Пошутил, небось, про орденок Начинался день, как кома Но посвистывая к дому Улыбаясь, дую налегке Ванька мне доложит, бойко Что исправил пол на тройку Горизонт выходит из пики И меня обнимет Маша принесёт борща и кашу Нам твоих по рюмочке нальёт Как бы кто-то ни старался День сегодня все ждался Мы вернулись, я и самолёт Как я сильно не старался День сегодня все ждался Мы вернулись, я и самолёт Мы вернулись, я и самолёт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому